Михаил Хазин. Что является целью оздоровления банковской системы РФ? Я обожаю политику Центрального банка РФ, поскольку столь чистого и рафинированного подхода в части поддержки международной финансовой элиты за счет своей собственной страны, не так-то часто и найдешь. Тут и стимулирование тока капитала через девальвацию национальной валюты. Между прочим, Набиулина за это получила титул лучшего председателя ЦБ в мире. Тут и запрет на рублевое кредитование реального сектора внутри страны. Тут и поддержка валютных спекуляций. Вопреки Конституции РФ, в 2015 году ЦБ добился того, что в рейтинге мировых валют по устойчивости российский рубль занял почетное последнее место. Казалось бы, ну куда дальше? Но нет! Кроме кредитно-денежной политики, у Центробанка есть еще регулятивное поле. И на нем он тоже славно порезвился. Сейчас, как известно, руководство ЦБ проводит оздоровление банковской системы РФ, за что даже получает похвалы от МВФ, что уже само по себе с учетом предыдущей истории наводит на определенные размышления. Но самое главное, что является целью пресловутого оздоровления? Давайте посмотрим. Целью может являться поддержка кредитования малого и среднего бизнеса в регионах. Кто скажет, что это не цель? Но ЦБ ликвидирует малые и средние банки в регионах и концентрирует управление крупными банками. Ни один филиал Сбера или ВТБ не будет кредитовать малый бизнес в другом регионе. Это могут делать только местные структуры. Но они сильно ограничиваются. Целью может быть создание крупных банков для концентрации капитала, для финансирования крупных проектов. Но эти самые крупные банки захлебываются от денег, но ничего серьезного не кредитуют. Почему? А потому что условия, которые в своих инструкциях дает им ЦБ, такие жесткие, что кредитовать просто некого. Но разве что оборонные предприятия с гарантиями из бюджета. Да и то, тут тоже есть проблемы. А, забыл. Еще можно заниматься узаконенным рейдерством, поскольку ЦБ требует, чтобы стоимость залогов превышала стоимость выданного кредита. Может быть, целью является очищение банковской системы от заведомых мошенников, которые выводят капиталы и присваивают их себе? Но давайте смотреть правде в глаза. Вывод капитала – это многолетний процесс, и проверки ЦБ все эти годы фиксировали, что все хорошо, прекрасная маркиза. Иными словами, если уж наказывать эти банки и их руководство, то только вместе с чиновниками ЦБ, которые их покрывали, как говорится в известном старом фильме, но, сам понимаешь, старина, не бесплатно. А про соответствующие истории что-то как-то не слышно. Причем ЦБ особо не стесняется. Если закрытие и ликвидация малых банков проходит тихо и незаметно, то, скажем, история с Югрой стала очень знаменита. И вот здесь выявлен полный букет безобразий. От грубых процедурных нарушений на момент отзыва лицензии до массовых злоупотреблений ликвидационной комиссии. Чтобы всем были понятны масштабы, вот цифры из уже открытых источников. Проведенная переоценка акций Югры привела к снижению капитала банка на 14,3 млрд. рублей, переоценка недвижимости на 10,5 млрд. рублей, требование о создании резервов по кредитам на 5,3 млрд. рублей, на 30 млрд. то есть. На примере недвижимости выглядит особенно дико. Комплекс зданий на улице Угрешской, рыночную стоимость которого независимая оценка определила более чем в 4,3 млрд. рублей, чиновники ЦБ оценили менее чем в 1,2 млрд. рублей, а три объекта на улице Талалихина, которые оценивались в почти 2,7 млрд. рублей, упали в цене в 5 раз до 533 млрд. рублей. Кто-то скажет, ну так это нормальная практика арбитражных управляющих. Да, когда речь идет о частных хозяйствующих субъектах. А тут, между прочим, государственная структура, пусть и с особым статусом. Но с другой стороны, давайте посмотрим на ситуацию трезво. Как в ЦБ могут зарабатывать специалисты по макроэкономическому прогнозу мы уже увидели. Что значит, что у рубля высокая волатильность в 2015 году, как мы помним, самая высокая в мире. Это значит, что имеют место колебания курса рубль-доллар. А кто на этих колебаниях зарабатывает? Близкие к ЦБ крупные банки. Да, разумеется, доказательств у меня нет. Но на основании имеющихся данных я вполне имею право делать правдоподобные предположения. Или, если угодно, аналитические выводы. Которые, как писали в прежние времена, прошу рассматривать как обращение в прокуратуру. Ну теперь, наверное, в Следственный комитет ФСБ. Но вернемся к управляющим структурам. Они же смотрят на своих коллег и тоже делают правдоподобные выводы. Им даже легче это делать, поскольку они видят, где те живут, на чем ездят, как одеваются. И, соответственно, принимают меры, чтобы жить как все. О чем и говорит приведенный выше пример с небольшим зданием. Есть только одна проблема. Валютные курсы вечны. А вот банков ограниченное количество. Малые уже почти закончились. Да и много с них не возьмешь. А народ требует. Соответственно, нужно не заниматься глупостями с оздоровлением, которое уже давно стало имитацией кипучей деятельности, а восстанавливать набор активов, которые можно продавать за полцены. Это, разумеется, опять-таки, правдоподобный вывод, оценочное суждение. Но, согласитесь, основания для этого есть. Ну а дальше, цель, жить как все у нас в ЦБ. Оправдывает средства. Медальки МВФ на грудях председателя ЦБ защищают от ответственности. Вперед! Ради достижения великой цели. А что экономике России от этого не совсем хорошо, то где написано, что ЦБ должен об этой экономике думать? Если он конституцию спускает в унитаз, и ничего не поделаешь, бабло побеждает. Михаил Хазин Читал Павел Иванов Специально для информационной сети Аврора 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 Продолжение следует...